Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Pathfinder, ну и я успел немножко вне эфирного времени поковырять что и как. Я не знаю, как мы должны определить, какой здесь код, но, в общем-то, метод подбора меня спас. Благо, два символа мы знали. Здесь шестиконечная звезда, треугольник, звезда, квадрат. Оно срабатывает, и вот у нас с вами появляется сундук. Спасибо лорду Бафомету за это. У нас там плащ расправы и маска с надписью ЯКРУК. Я так полагаю, что это маски как раз-таки из креста Нэньо. А вот плащ дает носящему бонус мастерства плюс 5 к проверкам знания магии и плюс 2 к сложности всех спас бросков против творимых заклинаний школы разрушения. Но не нужно нам это. Вот в чем дело. Кстати, а почему на нее такая маленькая сила? У нее всегда была такая, да? Фига себе. Ладно, и давайте с вами встретимся в северной, точнее не в северной, а в комнате, где у нас был еще потайной кусочек, вот в этой комнате. Да, а оказывается, что вот это наружу и вот это наружу, это две разные вещи. И как раз-таки чувак, ну, зонтир чумов, бежал сюда. Судя по всему, я там далеко не проходил, но по всей видимости нам за ним надо последовать именно вот в эту локацию. Ну, да ладно, встретимся в комнате вот здесь. Ну, а теперь, когда мы все собрались, давайте... Вообще нам по хорошему счету хейст бы кинуть. Может быть, мы справимся как-нибудь без этого. А здесь у нас код, если я правильно записал, это кружочек, пятиконечная звезда, шестиконечная звезда. Я просто заново не хочу его подбирать. Да, я все правильно записал, хоть это радует. Ну, и здесь нас с вами ждет очередная встреча с песней, так сказать. Поэтому, поэтому, давайте посмотрим, что наш вот отпевает. Ладно, тогда чего? Кидаем ускорение и в комнату. Здесь останки Минотавра аккуратно расчленены изрезанными нечестивыми рунами. Похоже на ритуальное жертвоприношение. Стоит нам все здесь собрать. Появляется очередной Минотавр и в этот раз довольно-таки суровый. Извечный Страж. Я не знаю, давайте попробуем, наверное, каких-нибудь самонов в него накидать. Поэтому мы вот здесь все по названию отсортируем. Ой, мы можем записать пару свитков даже. Ну, вот у нас есть призыв природного союзника 3. Ну, возможно, да. В общем-то, самоны в таких случаях обычно очень даже нормально себя показывают. А Дейрон, в свою очередь, у него тут призыв чудовище 1 вряд ли нас спасет. А что мы можем сделать? Излечение, воодушевляющее восстановление нет, дыхание жизни, разрушение чар. Ха, тоже нет. Кстати, может быть защита от зла какая-нибудь, как вы думаете? О, щит рассвета можно на себя кинуть. А Маркан, а у Маркана есть вот эта вот самая безмятежность. Давайте ее заюзаем. О, прям на чувака. Сработало. Не действует. Жалко. Ну, хотя бы тогда боднем, гада. Он сейчас нас всех испугает. Мы начнем бегать в панике. Да? Ага. Причем все. Но, может быть, у силы есть какое-нибудь... Что у нас тут? Потрясение. У нас все-таки есть что-нибудь от этого? Ангельский аспект. О, ангельский аспект. Кстати. Снятие слепоты, снятие проклятия. Но что-то... Хорошо. Ангельский аспект. И вперед. Остальные будут в панике бегать еще довольно-таки долго. Если их не прибьют раньше. К счастью, у нас все остальное зачищено. То есть проблем с этим быть не должно. Но дворюга адски мощная. Я ее увидел, но еще не побеждал. Засада в этом. Хотя бы силушка у нас как бы это в себе. О. О. Фига себе, леопардик. Так, ну, Дейрон в панике бегает. В общем, все будут потрясенные в панике бегать. Да. А здесь, кстати, что? Ага. Ну. А. Силушке досталось. Аф. Ну, чего. Опять же, сокрушающий перст на гада. И пытаться... Пытаться его замочить. К счастью, у силы промах тоже как бы попадание. Ныне он. А, может, ныне он тогда на него свое вот это теневое разложение кинет? Если зайдет, это классно, потому что заклинание довольно-таки мощное. Не действует. Ладно, тоже пришел в себя, но... Поздновато. На ход? А, не на ход, смотрите-ка. То есть, вполне возможно, что все еще он побегает. Вольжев. А что у тебя есть? Вот я боюсь, что если мы рассеем магию, то рассеется именно то, что нам нужно. Поэтому давайте Вольжев попробует таки гада пырнуть. Он такой подбежал, такой на тебе. Не очень это сработало. Ну, мы хотя бы попытались. И, Дейрон, подойди вот сюда и кинь молебен. Это тоже нам всем сильно может помочь. О, Мартин. Таки, смотрите-ка. Тоже это... Тоже очнулся, можно сказать. Ой, ё. Там кому-то досталось, кто-то упал, но... Силушка может гады ковырять. Хотя она упорно не попадает, но по 2 хп там буквально... Пара часиков... Пара часиков, и мы гада прибьем. Ну что ж, тогда магией попробуем. Уу. Блин, надо было стихийный аудит проводить. Вот что я подумал. Ланиссимо. Давай. Идеальный удар и пытаемся. О, 11 всего, кстати. Хм, если Лан в следующий ход не решит, что его это совсем колбасит, то, может быть, у нас все и выйдет. Вольжев, 8 ударов. Давай. Давай, родной, я в тебя верю. О, а Вольжев внезапно нашу это просто команду тащит, можно сказать. Угу. Дэрон. Кастатряс вряд ли тут сработает. Я даже не знаю. Снятие тошноты тоже нам не поможет. Ну, хорошо. Да. Шансов на попадание особо нет. Маркан лежит. А если мы встанем, то мы сразу получим атаку по возможности. Не, он слишком сильно бьет, проще лежать. Ой. Ха. Почему-то Минотаврик решил ничего не делать в этот ход. Надо же. На него. Как у тебя дела? Так, ну, я надеюсь, что Лан сейчас покажет, как он может попадать. Во. И Лан попадает таки. И, Маркан, только давай это обратно на своего езду на. А что-нибудь нам за это еще дополнительное дадут? Кажется, нет. Но мы хотя бы можем с вами получше рассмотреть то, что мы в целом здесь нахватали. А нахватали мы следующее. Если по времени отсортируем, мы с вами нашли Плащ Белого Ветра. Наденет персонаж без уровней в классе Дуэллент, он получит способность Прицельный Удар. По-моему, вариант. Но мне гораздо больше нравятся Спас-броски. Наручи пробивания. Всякий раз, когда носящий это наручи подтверждает критический удар, враг должен совершить успешный Спас-бросок к стойкости, иначе он станет призем к кулющему урону. Кстати, а, здесь плюс один. Черт. А здесь? Плюс пять к проверкам плутовства. Нет, нет, нет. Хорошо. Шлем. Всякий раз, когда носящий этот шлем находится под действием эффекта ярости, бонусы этого эффекта ярости к броскам на попадание урон в ближнем бою, броскам на урон и ла-ла-ла-ла увеличиваются на один. Это классно, но у нас шапка-лечилка, поэтому, опять же... Ой. Вольжев. Блин. Это вот это. Часть заклинаний, оказывается, не знал у нас. А как так вышло? Мне казалось, что Вольжев прямо это у нас мастер заклинаний. О! А, иллюзорная паутина. Нифига себе, у нас и ныне ее не знало. Каким-то чудом. Странно. У меня было полное ощущение того, что ныне точно это получило. Ладно. И мы с вами перейдем вот сюда и встретимся уже возле выхода. Ну вот, все пришли, и мы можем с вами отправляться. Я не знаю, есть ли смысл сейчас собирать все, потому что мы так порядочно перегружены. А тут еще 678 фунтов. И в основном валяется бронь. Так. Нюансики. Пошли. Ну, и нас уже встречают. Надо же. А раз нас встречают, давайте мы на опережение вот в эту сволоту сразу ланом и настреляем. Потому что я помню, что периодически они нам пытались доставлять неудобства. Силушка, ну давай вперед, ладно. Силушка крепкая, силушка справится. А остальные просто там это. Пыщ-пыщ. Ну, не знаю, но вот этих трэш-мобов как-то тратить... Тратить сейчас какие-то ресурсы особо не хочется. О. Поэтому он просто пыщ-пыщ и все. Ой-о. Ой-о. Врок. А его, кстати, невозможно сейчас таргить. Ну, я так думаю, что Вольджи... А, вот. Нет. Нифига. Почему-то врока нам приземлили посреди пачки, а вот ударить мы его не могут. Хотя Вольджи может. Но Вольджи куда интереснее, наверное, вот эту дрянь прибить уже. О. Да. Врока кинет зеркальное отражение, но это тоже ненадолго. Ладно. Давай. Я так думаю, что если Лан хорошенько постреляет, то... Вот. Вот и зеркальное отражение прошло. Недолго песенка играла. О. Не смог вырабатить Лана, да? Ладно. Посмотрим, что Маркан может. А, Маркан может. Надо же. Все, никак... Никак к этому не привыкну. Маркан столько не мог, что когда он смог, меня это продолжает удивлять. Хе-хе. Не, ну понятно, что если бы у нас были характеристики более оптимальные, он бы мог еще больше Лан. А, понятно. Так. Здесь мы можем перебраться через трещину, но давайте, наверное, посмотрим, что... Сначала сходим вперед. Посмотрим, что тут. Хой. А тут мы на тавр. Хороша. Фольжер, как насчет у-ю? Их тут два. Здорово. Именно то, что я хотел. А? А. У-ю. Суровый. Ну, ладно. Эм, Маркан, давай вот сюда. И забодай его просто. Хорошо. Маркан прям это... Мистер Бодала. Сейчас огненный шторм на нас, да? А, к счастью, нет. Лан. А почему у Лана одна атака внезапно? Что... Что с ним такое случилось, что он... Хм. Вот что с ним случилось. Стрельба вблизи. Эм. Ладно. Ой. Чуть это... Чуть не мискликнул. Готово. Дейрон. Сможешь? Дейрон так типа... Пафосно кричит, но при этом у него не такой большой урон с этого арбалета. О. Силушка, давай. Ух ты, это мостик такой. Так. Вольжев Джан. Действуйте. Минус две силы. Супер. Ну, и Маркан. О. Маркан красава. Добил гада. О, что-то... Ну. Я так чувствую, что нам будет что продать, когда мы все здесь закончим. Это приятно. Маркан, давай вот так вот. Ключим песню силы и отключим. Действительно мостик. Ага. Нас здесь не ждут? Нас здесь ждут как раз-то. Вот в чем дело. Фига. Фига, что за цирк? Так. Куда все понеслись? А-а-а. Может быть, стоило перелезть? Я вот что думаю. Хлопки, с которыми перемещающиеся в пространстве демоны приземляются на камень, сливаются в непрекращающуюся канонаду. Все больше и больше бестий появляется вокруг. Многие из них странно конвульсивно дергаются, а шалелы вертят головами, будто оглушенные. Их уродливая плоть прямо на глазах лопается, обрастая странными кристаллами. А ты кто? Рослая культистка издевательски салютует вам. Как дела, крестоносец? Не чувствуешь себя немного не в своей тарелке? Пока ты блуждал по ложе в поисках того, что делает демонов сильнее, Зантерчума собрал всех бестий, каких имел под рукой, и провел ритуал над всеми. В спешке, без должного старания. Так что несколько сдохли в процессе, но какая разница? Против этой армии не выстоять даже тебе с твоей силой. Не кищись силой, прежде чем победишь. Потом может быть неловко. Я хорошо выбрал момент. Все предрешено. Смотри, Маркан, не как наш последний час настал. Забурет нас это грозное воинство и глазом не моргнет. Так боюсь, что сейчас на колени упаду и меч в руках держать не смогу. Сила дерзко усмехается, пронзая культистку взглядом. Не боишься, паладин? Зря не боишься. Где твой свет? Я вижу лишь, как сгущается тьма. Слава культистке прерывает раскатистый зов боевого рога. Демонское воинство колышется в смятении, а миг спустя все вокруг заливает ослепительный свет. А? Христоносцы пришли? Даже лучше. О, Христоносцы, но оригинальные Христоносцы. Именимый Амидай, говорю вам, Бестии, бегите, ибо пощады не будет. Иди вперед к своему врагу-защитнику, ничего не бойся. Воины небес не пропустят тварих тебе. Фу. Что называется, да, секс-машина. Ха-ха-ха-ха. Длайн наследницы здесь? Проклятье! Вы ответите за это. Но когда-нибудь потом. Чё, в порталы валить? О, ладно. Вот это... Ой, тут еще наш этот совокот. Такой, типа, я не при делах. Что, это... Если это великое испытание, то надо бы ускориться. А если это не оно, то можно и не париться. Но, в принципе, у нас запасы скорее нехорошие. А вольжах-то вперед я пока что посылать не хочу. Силушка, давай. А, просто фишка в том, что Ланг, если начнет прям настреливать, он тут может повзрывать кучу врагов разом. У него же вот эти ауешные штуки заходят. А, Маркер, а чё-нибудь ауешное у тебя есть? Можно, конечно, там мега-смехотульки запустить попробовать. Или безмятежность. Или мега-смехотульки, а? А-а-а... Ну что, попробуем мега-смех? О! Чё, мы только одного свалили? А-а-а... Ну, как-то это... Маловато. Ну, ладно. О, гибрилет полетел. Уф, как всегда. Как всегда. Хоть никого не сбил. Нэннио сбили. И почему-то все решили вкусить на Нэннио в баре. Я надеюсь, что она доживет и сможет в инвесу идти всё-таки. Мне как-то было бы приятнее, если бы она пережила это столкновение. Нэннио. Угу. Понятненько. А, нет. Нэннио, лежи. Давайте она выпьет какую-нибудь банку, потому что, ну... Долго-то лежать она так не сможет. А вот... Баночка всё-таки должна ей помочь. Не может тоже. Ладно, лежи. Я надеюсь, что мы сейчас их на самом деле всех перебьём, потому что они скучковались. У нас молебен сейчас зайдёт на толпу просто монстров. Так. Ай. Ну, Лан, сейчас будет твой шанс сиять. Кстати, тут и Вольжев может посиять. Ну-ка. Ух. Ух. Ха-ха. Вольжев прям этот стиль уличной резни показал. Силышка, давай с гибрилётом разберёмся, а? Кстати, Лану бы тоже разобраться с гибрилётом. Стрельба вблизи что сделает? Нормально. Ну, давай. Ай. Эй, я не хочу, чтобы гибрилёт выжил. Но у него есть такой шанс. Ну... Эй. Да чё? О! Срубил-таки. Двоих срубил. Надо же. Оф. Ага. Демоны чё-то резко решили оставить Нэнё в покое. Смотреть. Ну, я только рад. Ай. Кто ж лежачих бьёт? Твари вы, а? Вообще твари. Не совести ничего. Нэнё. Живи. О! А Нэнё, кстати, вот так вот выживет, скорее всего. Да. Удары по три несерьёзные. Хорошо. Друг Вольжев. Давай ещё это. Ещё разок покажи нам уличную резню бензопилой. Хе-хе-хе. Так. Тут, кстати, искажённый мифический дреча ещё лежит, уссывается. Пусть уссывается. Его время тоже наступит. Ой. Оно резко очень наступило. Ну, спасибо Ангелу за это, что я могу сказать. Ой. Остаётся всем, но Нэнё зато смогла встать, наконец-то. На. Ну и, кажется, мифический дреч первую свою жизнь отжил. Вольжев. И сделай так, чтобы он уже вторую отжил тоже. Силушка. Молодец. Лан. Показывай, как надо. Найти Зандеру. То есть, резко у нас поменялся этот... Поменялся главный враг, что ли? Здесь особо проходов нет. Чёрт. Теперь я жалею, что мы не перелезли на другую сторону поначалу. Ну, чё поделать? Я ж не знал. А, давайте только это. Если лаборатория, то лучше нам подлечиться чуть-чуть. У меня так будет гораздо спокойнее. Интересно, у них тут всё устроено, да? Ложа, потом переход, потом ещё лаборатория. О, началось. Фигура в просторном балахоне стоит спиной к вам, воздев руки в воздух. Я даровал вам силу. Встаньте и сражайтесь во имя Дискарри, Бафомета, да кого угодно. Приказываю вам, защищайте мою лабораторию. Глупцы, никчёмные, бесполезные тупицы. Меня окружают идиоты. Чем я это заслужил? В чём провинился перед мирозданием? Шёпоте Вольжефа звучит уважение. Хорошо кроет. На бабку мою похож. Господин шагающий рой, позвольте вопрос в научных целях. Не боится ли рой саранчий рой воробьёв? На вашем месте было бы более разумно превратиться в рой воробьёв, но тогда пришлось бояться рой окошек. Хм. Не будете комментировать? На нём вздыхает. Не нравится мне этот тип. Похож на мастера-оружейника, который меня пытал. Такая же заносчивая сволочь, только вот не костерил никого. Наоборот, говорил так тихо, думчиво, а в словах яд. Привет, Зантер. Проблема с прислужниками? Фигура в балахоне медленно поворачивается к вам. Её лицо и кисти рук состоят из копошащейся саранчи. Если прислушаться, то можно услышать мёртвое шуршание мелких лапок и крыльев, трущихся друг от друга. Твои издевательские слова указывают лишь на твоё невежество. Идиотами полнятся ряды как культистов, так и крестоносцев. Как командора крестового похода тебе не раз приходилось с неё встречаться. Ответь же мне, каким образом ты их всех терпишь? Зантер замолкает на мгновение, в которое шуршание саранчи под балахоном становится ещё более различимым. Все вы, примитивные обезьяны, носящиеся по мировой язве в тщетных попытках истребить друг друга. О, как же я всех ненавижу. Ненавижу моих учеников-идиотов, которые без моего приказа не могут вступить и шагу. Ненавижу демонов, самодовольных придурков, которые грызут друг другу глотки вместо того, чтобы выполнять мои распоряжения. Ненавижу дискарии и бафомета за то, что заставляют меня с ними работать. Шуршание саранчи становится громким, в нём появляются угрожающие ноты. Ненавижу тебя, вандал! Ты пришёл в мою лабораторию. Громишь мои препараты и мешаешь мне работать. Вон отсюда, выметайся немедленно! А вот и начинается битва. Здорово. Сколько раундов ускорения у нас ещё есть? Скажите, пожалуйста. 24 секунды, то есть 4 раунда. В принципе, я так думаю, что перебаф нам не нужен. Перебаф. Хе-хе. А давайте попробуем, что у нас есть интересного. Вольжев же у нас тоже как бы немножко маг. Правда? Столб жизни нет. Нам бы чё-нибудь ему такое весёлое запустить. Огненная буря. Хе. Огненная буря. Нет. Плохая идея, потому что наверняка зонтируют этот расплавленный шар. А, расплавленный шар. Интересненько. Давайте посмотрим, насколько плотно тут все стоят. Не плотно. О, магические стрелы, кстати. Поскольку гадёныш это... Не действует на него. Блин. Нюансики. О. А тут все, типа, к нам нейтрально, что ли? Хорошо, Сила, давай вот это вот. Типа, мы по тебе попадём дрянь. И вперёд. К сожалению, она все свои бонусные действия при этом потратила. Ну хорошо, благословление оружия, например, на себя. Ну и хватит с неё, да? У неё английский аспект же действует. О, да. Классно. Ладно. Маркан. Что ж, я думаю, что если мы уже встретили зонтира чуму собственной персоной, то тут ресурсы сохранять смысла нет. И давайте-ка это... Вабанка пойдём. Угу. О. 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 Смотрите, красиво, немаги. Вот что надо было делать Вольжихом. Точнее. Блин, это бы нам помогло, конечно. Чё-то я не додумался. Но на следующие разы я это учу... Ой-ё. Ой-ё. А он... Всё? А-а-а. Типа, когда фаза боя закончилась, теперь мы будем сражаться вот с этой сранью. Ну, хорошо. Давайте отложим ход вот сюда. Силушка может подойти. Хренакнуть вот эту штуку. И тогда Вольжих в следующий раз... Чё-то... А. Он просто потерялся и бил в какую-то сторону. Причём именно атака в какую-то сторону попала. Что иронично. На. Чё, ребятки, не очень вам хорошо, а? Скажите. Ой-ё. Стои саранчи. Новости. Вот это новости. Ага. Дейрон. Ага. Блин, было бы здорово, если бы Дейрон всё-таки мог каких-нибудь элементалей призывать, а не только вот этой фигнёй страдать. А? Ну, ладно. Давайте вот стоя саранчи в неё и выстрелим. Ой. Ладно-таки окружили. Что может сделать Нэнё? Нэнё, кстати, там есть эти. Радужные... Прирадужные. Вот чё она может сделать. Только не цветные брызги или цветные брызги? Нет, не они. У неё были свитки, которые она же нам изготавливала. Если посмотреть, там тоже была вот эта вот цветная штука нарисована, но как-то они по-другому назывались. Либо я их все в момент фанатизма продал, и это печально. Иллюзорная паутина, кстати. Не знаю, зачем она нам, правда. Фаерболом просто здесь особо не покидаешься. Так что давайте... Кто-нибудь попал в неё? Интересно. Кажется, не очень. Но Лан сейчас постреляет, конечно. Ой. А раньше так и будет пребывать? Как-то они не ограничиваются пока одним роем. Или мы просто много урона Зонтиру сразу нанесли, поэтому сразу несколько типа фаз прошло. Ой. Ладно. Ну, давай. Давай. Понятно, что как бы у роя есть снижение. Ну, в смысле, снижение урона вот ко всему этому. Ух ты, это на молнии хорошо. Так, а Маркан? Ну, то есть не очень эффективно их без атаками ковырять, но чем богатые, тем, увы, ах, и рады. Ого. А что-то все полетели прям на Лана активно. Силушка. Ничего не может сделать. Увы. Ладно. Может, Вольджиф сейчас покажет снова нам свой уличный стиль? Уличная вуджу Вольджифа? А, и это не считается атаками из-под тяжка, потому что, типа, сила выключена, да? Так что ли? Дэрон. Хорошо, молебен. Настало время для обалденных молебнов. Что-то рои не очень-то осмысленно себя ведут. Ой. Таки Лан, смотрите. Таки Лан. Да, Лан по ним настреливает. А, Нэнио, раз уж ты здесь, и все мы здесь, и все мы друзья. Да, вот так вот. Да, волшебная стрела не действует. Ой-ой-ой. А это, может, Зантер Чума сам распался? Ну, то есть, типа, если мы эти рои все прибьем, то больше Зантера как бы не будет? Нормальное предположение, кстати. Ой. Да, давай это. Фигач силу, чё. Ну, ладно. Жалко, что это. Когда он прибивает по окружающим роям, особо чё-то урона не прошло. Так, ну чё. Маркан. Вокруг тебя куча вот этих мух. Да, и он топором сражается с мухами. Да, силушка наконец-то выкинул спасбросок. Давайте вот этого вот искаженного мифического бабау попробуем заколбасить. Э? Да, ну он чё-то это впечатлён. Ну что ж, друг. Смотри. Раз-два-три по почкам. Раз-два-три по печени. Готов. Дэрон. Э, ничего не делай. О. Да, чё-то саранча прям, это... Не щадя себя. Нэнио. А тоже не надо ничего, наверное. Ну, просто она получит атаку по возможности, и это не есть хорошо. Классно, что мы с вами можем из этой пивной кружки азат призывать. Вот вообще. Интересно, это всем её дают, да, так? Ой, спасибо. План. Ну, давай. План просто, представляете, да? Саранча летает, и он каждую мушку пришпиливает к стене. Ага. Такс. Молодцы. Молодцы. Довольно-таки занятный бой с учётом того, что как бы... Ну, может быть, Зантер Ванг что-нибудь и сделал бы, будь он сел. Так, Вольджер не может почему-то свежеобразованного вот этого чувака... А, он ничего не может, он в шоке. Вольджер, к сожалению, немножко в шоке. Дейрон до выстреля. О, попал. И прибил. Надо же. Дейрон внезапно совершает так геройство. Ну, что, азатушка? Нет, то есть Зантер Ванг, в общем-то, благодаря тому, что Лан садил в него очень много стрел... Всё, у нас ускорение закончилось, к сожалению. Обидно. О! Я так понимаю, что вот это всё. Мы молодцы. Ой. А, он, типа, свалил в другую реальность. А, нет, вот он, Зантер Ван, всё. Ну, здравствуй. Ладно. Да ладно. Ой. Ныне он. А, давай, может быть, аудит проведём. Стихийный аудитор. Мне очень понравилось, кстати, заклинание. Ну, прикольная реально тема. И у нас, благо, мы их, это, написали какое-то количество свитков. Я думаю, напишем ещё. Держи. Держи, друг. Наслаждайся. Вольджер ничего не может сделать. К сожалению, он всё ещё под эффектами вот того. Но, кажется, у Зантер Ванга не очень положение. Он немного, это... Немного в меньшинстве. А, кстати, как Зантер Ванг относится к шуткам? Ой, ах, не любит он шутки. Ну, он, в принципе, выглядел серьёзным и сразу мне не понравился, если чё. Я увидел тебя, Дамай. Ой. Он сказал «I feel pretty» и превратился вот в такую срань. Хорошо. Предлагаю всем ходы отложить за капитана Вольджерфа. Или Нэниу, кстати, может нам ускорение кинуть. Нам главное, чтобы Нолана попала, на самом деле. Нолана попала. Это, в принципе, основное. Потому что... Ну и Вольджерф, конечно, тоже. Но тут, я так думаю, что Зантер Ванг сейчас получит в уличном бою пару ударчиков. Да и азатушки, надеюсь, тоже это не будут. О, азатушки тоже молодцы. Ладно, точность свою юзай. О. Слишком близко ты стоишь тут. Побеждённый Зантер опускается на колени. Пору долгих секунд вы слышите только шелест копошащийся под балахоном саранчи, который неожиданно складывается в скрипучий неестественный смех. Кто бы мог подумать, что вандал? Мой враг и враг моих хозяев избавят меня от моего мучительного услужения. Ты неизвестная, неучтённая величина, разрешившая нерешаемое уравнение. Какой простой и изящный ответ на все мои проблемы. Жуткий смех стихает так же быстро, как начался. Зантер поднимает голову и смотрит на вас с оставленным из саранчи лицом. Кто заслужил награду? Я знаю, зачем ты здесь и что ищешь. Ты уничтожил мою лабораторию, встал на пути науки и остановил мои опыты по преображению демонов. По преображению. Но ты вряд ли знаешь место, откуда доставляют нахендринские кристаллы, необходимые для трансформации. Я укажу тебе путь к истине, вандал. Но для этого ты ответишь на два моих вопроса. Откуда ты знаешь, что мне это интересно? Не смей ставить под сомнение мой интеллект. Если бы тебе была известна истина, ты бы обратил свои усилия на искоренение моих путей снабжения, а не вторжение в мою лабораторию. Почему ты думаешь, что я тебе поверю? Потому что это логично. Какой смысл мне скрывать от тебя то, что ты и так узнаешь из разбросанных по лаборатории записей? Зантер на мгновение умолкает. К тому же я очень хочу увидеть то лицо, когда на тебя снизойдет озарение. Задавай свой вопрос. Назови место, в котором находилась моя лаборатория, до того, как меня заставили переехать в эту неуютную костяную ложу. Дрезен? Верно. Ты знал это или смог угадать. Впрочем, неважно. А теперь ответь мне, почему моя лаборатория располагалась именно там? Почему именно Дрезен был выбран для моей резиденции в мировой язве? Оттуда открывается великолепный вид на горы? Некоторое время Зантер молчит, словно подбирая слова. Глупость и невежество находятся на вершине списка твоих пороков. Мне жаль, что я был побежден с столь слабоумным существом. Простите, я не могу удержаться. Я просто скажу тебе ответ, но не смей гордиться тем, что получишь его так легко. Надеюсь, тебе хватит разума осознать, что это повод не для гордости, а для бесконечного стыда. Знаешь же, я получал нахендеринские кристаллы из полуночного капища, светилища, расположенного глубоко под Дрезеном. Зантер подбирается и медно встает с колен. Каково это, осознать, что враг все это время скрывался в подвалах твоей собственной крепости? Не надо, не отвечай. Это риторический вопрос. А теперь покончим с этим, Вандал. Прекрати мое существование и избавь меня от необходимости выполнять приказы хозяев идиотов и лицезреть служащих им глупцов. Полуночное капище? Что это и как демоны смогли скрыть его от меня? Твоя наивность стоит того, чтобы задержаться в этом мире. Удивительный, непостижимый феномен. Жаль, что мне не удастся исследовать его в лабораторных условиях. Из-под капюшона Зантера раздается стрекочущий смех. Глубоко под Дрезаном, там, куда недостает сила клинка доблести, находится точка максимального стяжения бездны и плана материи. В ней госпожа Орилу открыла один из своих разрывов. Прямую дорогу в бездну. Именно оттуда доставляли нахендрианские кристаллы. Разрыв ведет в... Впрочем, не буду портить тебе сюрприз, Вандал. Ты же так любишь удивляться. Спасибо. Вот правда. Правда спасибо, кстати. Почему демоны не напали на Дрезан изнутри, раз у них был доступ за стены крепости? Такое нападение раскроет секрет полуночного капища крестоносцам. Она не имеет права на провал. К сожалению, ты так сильно впечатлил Дорозанда во время битвы за Дрезан, что он растерял весь свой запал. Уверен, ты встретишь его в капище, самоутверждающемся за счет тех, кто подвернется ему подруг. Что за посмешище. Впрочем, рано или поздно он наверняка предпримет попытку напасть на Дрезан изнутри. Дискариан боится сильнее тебя. Что такое нахендрианские кристаллы? Особые ключи, способные при должной обработке и после утомительного ритуала пробудить демони мифические силы. Эту трансформацию открыла и разработала великая Арила Варлеш, моя наставница. Она называет процесс преображением. Тех, кто через него прошел, зовут мифическими демонами, ибо силы их воистину достойна миф. Ты так сильно хочешь умереть? Какой смысл мне отвечать на твои вопросы? Зачем отдалять переход в блаженное небытие? Зонтир склоняет голову на бок. Я отвечу, но только из любопытства. Хочу посмотреть на то, какие вопросы интересуют такое низшее существо, как ты. Ты видел моих прислужников, так называемых учеников. Чему, чему они могут у меня научиться? Шуты, вот они кто. Жалкая пародия на ученых. Они слышат мои слова, но не понимают их, безумные фанатики и культисты. Глупцы, осождающие меня своими бесконечными вопросами. Их бесполезно убивать, прогонять и использовать в качестве подопытных. На место погибшего ученика тут же находятся два новых. Голос Зонтира тонет в яростном стрекотании саранчи. А демоны, с которыми мне приходится работать? Они не могут выполнить даже простейшего распоряжения. Все, о чем они думают, как бы перегрызть друг друга глотки. Дорозант, Минага, Еребес. Все они начали плести против меня заговоры. Стоило мне лишь занять мой пост. Как я могу работать в таких условиях? Меня окружают идиоты. Я мечтал лишь изучать науки и постигать тайны истины, но вынужден руководить стадом низших существ. Я зашел в тупик. Я не могу бросить все и уйти. Я всего лишь променяю этот, опостыливший пост на жизнь среди безымянных руин в постоянном опасении, что мои бывшие хозяева найдут меня там стят. Разве смогу я изучать науки без своей лаборатории? Зонтир на мгновение затихает. Ты открыл для меня выход в вандал. Место, где меня ждет лишь покой. Где у меня не будет ни учеников, ни хозяев. Смерть. Я устал. Разве его душа не попадет после этого в ад и продолжит там веселиться? Кто-то такой Зонтир Ван? Зонтир издает звук, оздаленно похожий на вздох. Я высшее существо. Я превзошел свою смертную оболочку, скинул ее, преобразовался как личинка, становящаяся саранчой. Мое верное служение темным искусствам не осталось без награды. Лорд Бафомет и Дискари обратили на меня свое внимание. Я заслужил почтение по эту сторону язвы. И единственное, чьего уважения я так и не добился, моя наставница. Орила Варлеш. Это все, что тебе уместно знать. Я хочу знать больше. Как ты достиг этого состояния? Я не скажу тебе ничего. Не для того, что я годами проводил исследования, ставил эксперименты, изучал запретные книги, чтобы просто отдать все какому-то вандалу. Сколько жертв я принес, какие невозможные истины вместил свой разум. Философию Дискари, софистику Бафомета, загадки Ариш Кагаль. Мутный бред менее известных демонов, таких как Айзагна. Ты, наверное, даже не слышал этих имен. Довольно уже и того, что тебе достанутся мои записи. Говорят, что к знанию не существует королевской дороги, а для вандалов к ним нет даже тропинки. Хочешь достичь того же, что и я? Повтори мой путь шаг за шагом. К чему силы хмурятся? К чему эти расспросы? Мы знаем, об этом чудовище достаточно для того, чтобы уничтожить его раз-то навсегда. Всем будет лучше, если знание о том, как он стал таким, умрет вместе с ним. Каково это, быть Роем? Это невозможно объяснить тому, кто сам до этого не возвысился. Бесконечное блаженство, бесконечное величие, бесконечное одиночество. Среди низших созданий нет никого, кто был бы способен меня понять. Что ты знаешь о Барилу Варлеш? Она моя наставница, хотя она никогда меня не признавала. Именно она изобрела способ трансформации демонов посредством нахендрианских кристаллов. В голове Занти расквализит смесь. В голосе Занти расквозит смесь восхищения, зависти и обиды. Она лучшая среди людей и демонов. Истинный ученый, первооткрывательница, архитектор мировой язвы. Иронично, что бы лучших ученых бездны раньше были людьми, не правда ли? Она истинный ученый. Я подписываюсь под каждым словом этого Роя. Придержи свои дифферамбы, подруга. Арила, преступница, как ни крути, а твои ее восхваления ставят тебя на тот же уровень. Я на одном уровне царил Варлеж? Я ее верная последовательница? О, какой приятный комплимент, спасибо. Что ты можешь рассказать мне о Еребес? Назойливая навозная муха, возомнившаяся королевой этой костяной ложи. Она ненавидит меня за то, что я спорил ее главенство в ложе, но не смеет противиться приказам Бафомета и его дочери Хибзамиры. Еребес незначительная величина. Убиваем Зантира. Я положу конец твоему существованию. Прощай, вандал. Я бы поблагодарил тебя, если бы ненавидел хоть немногим меньше моих хозяев. Пусть сгорят в огне Бафомета Дискарий, и ты сгори вместе с ними. Ух. Вернуться к Еребес, но сначала нам надо осмотреться здесь, а сначала, пожалуй, давайте я сохранюсь, и мы с вами этот эпизод закончим, а продолжим уже в следующий раз. Ну, лутать будем, в общем-то, в новом эпизоде. Посему, спасибо всем, кто поддерживает канал. Миша Лебедева, Андрея Фиолетову, Евгению Глебу, Дахармсу, Простоеду, Антону Цару Глебу, Сахару Юджину, Вольнуар, Нахмейт, Алексею Смирнову, Сергею Кайну, Брату Монзодаре, Кравчук Вайт, Рэббит, Рэббит, Рокки, Бальбова, Кирилла Алехина и Олдмимс. Спасибо всем вам, что вместе со мной проходите игру, и увидимся вечерком. А пока у меня на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok